Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачок. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Самая большая боль в жизни 17-летней Юлии Гурской из Львова – это предательство ее матери Оксаны. Женщина бросила больную ДЦП дочь в возрасте 11 месяцев и сбежала. И хотя бабушке удалось самостоятельно вылечить девочку, поступок мамы Юля до сих пор не может принять. Только недавно девушка узнала, что у нее есть 15-летняя сестра Надя. И когда они стали переписываться в социальных сетях, стало понятно. Оксана за эти годы ни капли не исправилась. И теперь издевается над своей младшей дочерью. Но как только Оксана узнала, что Надя жалуется на нее старшей сестре, она вообще запретила им общаться. Когда я телефонувала Наде, всегда брала трубку Оксана. Не давала мне возможности с ней поговорить. Надя гуляет, Надя в школе, Надя где-то Надя. Теперь Юля твердо уверена, если биологическая мать сначала бросила ее с тяжелой болезнью, а теперь истязает свою младшую дочь, то она боится их встречи с сестрой не просто так. Но сегодня в студии один за всех маме наконец придется открыть своим уже взрослым дочкам причину своей двойной жизни. Самое шокирующее признание сезона. Что о своем прошлом Оксана никогда не рассказывала младшей дочери Наде? А какую тайну об этой девочке мать так упорно скрывает от ее старшей сестры? И почему на самом деле женщина годами панически боялась этой встречи? Разобраться в этой истории нам помогут гости и эксперты в студии. Телеведущая Юлия Бортник. Актер и телеведущий Павел Костицын. Заслуженная артистка Украины Татьяна Шеллига. Начальник службы по делам детей города Киева Валерий Танцюра. Психолог Анна Кушнерук. И юрист Михаил Присажник. 17-летняя Юля не удивлена, что мать, которая ее бросила, теперь не хочет с ней общаться. Но до сих пор она не может понять, почему та запрещает ей увидеться со своей сестрой. Давайте пригласим Юлю в студию и узнаем, как так получилось. Как давно ты не видела свою маму? Взагалі не бачила. Ну я же знаю, что ты ее нашла. Я нашла на сайте одноклассники Надю. Ну и общалась с ней. А Надя это? Это дочка Оксаны. А откуда ты знала, что у тебя есть тестра? Оксана бабушке письма писала. Ты маму называешь не мама, а Оксану? Оксана. И в одном из письм она сказала, что у нее родилась дочь. А когда уже подросла, решила на сайте поискать по фамилии. Писала Гурська Оксана, а выбила на сайте Надежда. Тот же район Куйбышево-Запорожье. И я тогда поняла, что совпадений таких аж не бывает. И решила написать. Что ты написала своей сестре? Привет, Надя. Меня зовут Юля. Я твоя сестра. Как в тебе справа? Как Оксана? И за определенный час она писала, что у них все хорошо. Мама и Оксана также хорошо. Добавила меня в друзья как сестру. И мы так спілкувалися. Но недавно. Почему? Потому что Оксана заборонила нам спілкуваться. Мы с Надеей обменялись номерами. Мама своим дочерям общаться друг с другом? Да. Мы с Надеей обменялись номерами. После того я начала звонить. Повторый час мы спілкувались. А потом, когда я звонила, просила Надю, Оксана, чтобы поговорить. Она сказала, что ее нет. Первый день нет, другой день нет. То она где-то в Ивановне, где-то в соседке. То есть ты звонила сестре, труп убрала мать и говорила, что Наде нет. Я позвонила, попросила, сказала, здрасте, это Юля. Она, я знаю. Я знаю. Ну, я там спросила, как дела, как Надя, как вообще дела у них. Ну, все хорошо, все хорошо. Скажи, это вот твой первый разговор был с Оксаной, с мамой? Да. И вот это все, о чем поговорила дочь и мама после 17 лет разлуки? Да. Как это? Вот так. А вот у тебя не было какого-то там желания узнать? Мама, ты как? Нет, у меня не было такого желания. Ну, хорошо. А она спрашивала, а ты как, дочь? Спросила, ты как, у моей дочери. И мы с ней разговаривали, и тут у меня раптово закинчився рахунок. Деньги на телефон? Да. И я написала в одноклассниках, ну, на найдену сторинку, что я потом перезвоню. А то, напевно, відписала мне Оксана. Вихованные діти так себе не поводить. Так, то есть я правильно понимаю, что в момент разговора у тебя закончились деньги, связь прервалась, и мама обиделась на это? Юль, ну, действительно, ты не могла изначально гривен 500 на счет положить, чтобы с мамой поговорить? Ну, ты же ее столько лет не видела. Ну, вообще, воспитанные мамы сами детям звонят, да? Или перезванивают сразу, когда разговор прервался. А не сбил ли Юлю трамвай, не дай бог? А я тут же сразу злилася, я ей написала, что нормальные батьки детей не лишают. После этого, думаю, любые контакты с мамой прекратились, да? Да. А как, по-твоему, она обманывала, что Надя нет рядом? Думаю, да. Или Надя действительно не была рядом? Обманывала? Думаю, да. Просто, когда я первое время звонила Наде, ну, Надя всегда брала трубку, все, что там рассказывала, куда ходила гулять. Ну, а потом... Или вообще, ну, никто трубку не брал. Хорошо, вот, ну, может, у тебя есть какие-то предположения, почему мама против, чтобы два родных человека, будучи уже взрослыми, общались друг с другом? Мне Надя писала в одноклассниках, что ее избивают там. После чего этот номер, что, ну, перестал быть действием, ну, не работал. В однокласснике Надя редко когда выходила, ну, и общаться я не знаю. А вот Надя тебе писала, что ее избивают из-за того, что она с тобой общается, или в принципе? В принципе. Писала, за что? У них сварки. Оксана піднімает на ней руку. Надя не знает, что делать, шукает помощь. Ты говоришь про Надю, но там же, я так понимаю, есть еще дети, да? Да, совсем маленькие. А папа у них у всех один и тот же? Нет. Она сейчас живет не с Надяным папой? Нет, нет. На ей все дети, ну, видризных мужчин. Обижена на маму? Никак. Ну, не то, что обидана. Не видела, не знаю. Ну, вот смотри, ты к этому нормально относишься и говоришь, что на маму не обижена. У меня есть мама, которой мне хватает вполне. О ком ты говоришь? Про свою маму Ларису. Она меня воспитала, она меня вылечила, она меня, ну, образовала. А мама Лариса, это кто? Это тетя Оксана. Родная сестра бабушки. Ты сказала, что тебя вылечили. Да. Это что ты имела в виду? Я была, когда родилась, очень слабеньким ребенком. У меня было, ну, это... ДЦП. Ну, я не ходила до трех-четырех лет где-то. Знаешь, Дим, не это ли стало причиной того, что мама Оксана отказалась от своего слабенького ребенка, которого она видела больным? Не поэтому ли она ее бросила? Лариса, твоя мама, которая тебя вырастила, она как в твоей жизни появилась? Сначала до трех лет где-то я жила с бабушкой. Ну, бабушка тоже вот ей тяжело. Там еще прабабушка была, она уже умерла три года назад. Им было тяжело со мной. И мама тогда работала. Богдан, это папа, муж Ларисы тоже. И они решили, ну, у них тоже два сына, причем своих старшие. И они меня тоже взяли. То есть они взяли тебя под опеку, и в три года у тебя появилась настоящая семья? Семья, да. Когда Оксана ушла и оставила тебя, бабушка ее искала? Да ее все искали, дедушка, бабушка. Но никто не знал, где она. Она оставила меня в квартире, сказала, я сейчас приду. Ну, пошла, и так ее никто и не видел. А когда поиски прекратились, когда они поняли, что с ней все хорошо, или они вот донедавно не знали о ее судьбе? Ну, прошло много времени, она не давала известия, где она, что она. Уже позже, пару лет прошло, я уже в школу ходила. То тогда она решилась написать бабе первое письмо. Написала, что у нее семья, мое мужа, трех детей и хочет купить козу. Записалась, как Оленка. Это я. Она не знала, что я Юля. Записалась, как Оленка. Написала, что у нее есть мужик. Подожди, тебе было 11 месяцев. Ты без имени эти 11 месяцев жила? Ну, я не хрящена. Меня похрестили в 4 года. А в свидетельстве о рождении что написано? Ты кто, Юля или Лена? У меня, когда я народилась, у меня не было свидетельства про народжение. Мне свидетельство про народжение сделали батьки, когда меня взяли под опеку. А, в 3 года. А что там с папой? Папа в Азербайджане. Как мама с ним познакомилась? На базаре. Он работал на рынке? Он работал, да. Она тоже там на лотке работала. Мандарины и апельсины. У мужа? У мужа. На этой почве они и познакомились. Служебный роман, так сказать. Когда Оксана пропала, как на это отреагировал твой отец? На его тоже не было тогда. Он тоже пропал? Нет, он не пропал. Когда она еще была беременна, ну, должна где-то была рожать, он уехал в Азербайджан к семье. И когда он уже приехал, пришел к бабушке, спрашивай, где Оксана? Баба сказала, нету. Как нету? Ну, как папа к этому отнесся? Он сказал, ну, посмотрел на тебя, увидел, что у тебя проблемы со здоровьем. И говорит, ну, что ж, и я уйду. Или как все было? Про папу бабушка так очень не рассказывала. Не ладили с папой они. Ну, у бабушки, мягко говоря, плохое отношение к собственной дочери. И понимая, что у нее будет возможность встретиться сегодня с ней, она все равно отказалась ехать к нам на программу. Вы понимаете, она для меня не существует. Я не хочу ее видеть. И пробачить? И пробачить не хочу. Ну, а если бы она пришла? Пришла бы, было бы все видно, что бы было. Но я бы ее не побила. Хотя ей важно не только побить, а прибить. Вот почему бабушка так относится к Оксане? Потому что Оксана, когда работала там, на ладку, бабушка також там работала. Ну, они разом работали. И Оксана, напевно, это было в тот день, когда она исчезла. Она вкрала деньги из кассы. Дочь деньги забрала, а поскольку она работала вместе с мамой, маме пришлось эти деньги возвращать. Маме не то, что пришлось деньги возвращать. К ней пришли, спросили, где касса, где деньги. Так она сказала, дочка там работает, стоит. Сказали, нету ни дочки, ни товара, ни денег, ничего нету. Эти хозяева думали, что баба ее прячет дома вместе с деньгами. Они зашли, все обыскали, ничего никого не нашли. Тогда начали бабу бить. Они ее по улице волочили за волосы. Избивали, увидела соседка. Она начала вызывать скорую. Они ушли. Сказали, если увидим Оксану, там убьют, порвут. А это, получается, это папины компаньоны, да? Да. А он об этом не знал? Он был в Азербайджане? Его тогда во Львове не было. Просто это, условно говоря, лихие 90-е. Парни из Азербайджана, которые привезли мандарины, и этого теперь нет. И непонятно, что с этим делать, кто увез. А бабушка рассчиталась? Да, они с девушкой деньги отдали. Гроши отдали. Как я понимаю, это была большая сумма, да? Да. Потому что у них каждый день, знаете, как в магазинах, каждый день бывает, кассу забирают. А у них там тиждень могла, ну, как-то не забирали. И десь, ну, за тиждень, ну, там, приблизно так, грошей и было. Ну, и я думаю, что если бы сумма была маленькой, то вряд ли бы Азербайджанцы взрослую женщину за волосы по улицам бы таскали. В отличие от матери Оксаны, ее родной отец готов встретиться с дочерью-беглянкой. Мужчина не видел ее 17 лет. С тех пор, как она забрала деньги и сбежала. За это время Зиновий Николаевич потерял зрение на один глаз и после операции лишился ступни обеих ног. Но даже на костылях приехал к нам в студию. Сможет ли он простить свою дочь Оксану? Давайте узнаем. Встречайте, Зиновий Гурский. Здравствуйте. Вам помочь? Нет. Вы хотите увидеть дочь? Не хочу. А внучку хочу. То есть вы тоже хотите увидеть Надю, но не Оксану? А вона меня хотела побачить, что я сюда приехал на тех костылях, на четырех ногах. Да грубо я ее взял. Ну, вы очень злитесь на нее, да? Злень. Дуже, наверное. Не то слово, что злень. Киоск нагрела и поехала. Поехала, шукала веселое життя. Кинула, поехала. Все. Зозуля. Скажите, а нам стало известно, что тогда, когда пришли хозяева этих денег, они вашу жену побили. Так и вам, наверное, досталось? То не люди. Там не милиция, там сугубо требовалось разбираться. То есть я так понимаю, что вы тогда обратились в крышу к другой, и они решили вопрос? Так, так, так. Вот правильно вы сказали. Так, так и было. Другой то был киоск, а то же перед тем было. А что было перед тем? Торговала теми, коммунами. И гроши нагрела. Ну, то я звернусь, и все, там замяли эту справу. То есть получается, до вот этой вот, до этого момента? То же другой раз. А другой раз тут, то она же свалила. Она делала такое до этого, да? Так, так, так. Ваша жена видеть не хочет дочь? Вона бы переехала, и она бы побачила, я не знаю, потому что она бы тут ее развернувала бы. Вы на нее тоже вот злитесь. Я только говорю о ней, сразу же вы вспоминаете. Вот так поступите, представила два раза, один раз с тем, а потом кинула с коляской, еще и кассу забрала. Ну, у стариков дикая обида. Они не могут простить. Вот жизнь какая сложная. Я понимаю те чувства, которые вы сейчас испытываете после того, что ваша дочь сделала. Да какие может у меня чувства будут? Вот эти вот. До такой людины. К вашей единственной дочери. У вас же одна дочь? Так. Потому что была едина, тому вся увага была на ней извернена. Все Оксане, Оксане, Оксане. Оксана сбирают. Вот так мы и повинны. А то волосы, а то, а то, а то, а то. Пивня и сбирала. Потом Оксана идет в центр гулять. Хотела заработать лялю с ней. Я того застряла, то у руках нам, чварцового. А кстати, вот это интересный момент. А вот когда она привела этого человека к вам домой, вы как к этому отнеслись? Вот так. А женька? Среди них тоже есть люди. Вот теперь я и целый час скажу, вот маешь. То есть вы были категорически против него? Я, до речи, я приехал сюда, я думал, что он приедет. Я хотел ему. С зятем отношения по-мужски выясняли? Что я? Колько раз я ему съездил, так все, она не знаю. Того, что она у него была одна, и он ее безумно любил, и когда это все произошло, вот он не может это пережить, что она так с ними поступила. Я уже пережил. И, знаешь, годы идут, а боль у него растет. Я это понимаю, потому что я сама. Вот происходит какая-то обида, мне кажется, ничего, а идет время, у меня эта обида, знаешь, обрастает так, что я уже задыхаться начинаю. Вот он тоже из этой категории людей, она у него, каком это обида? Ведь он же к Юле хорошо относится. Ему больно, ему очень больно, я его понимаю. Так больно еще и потому, что все-таки писали родители Оксане, уже когда она была в Запорожье. И когда Юле было там года два, три, они пытались держать ее в курсе, наладить как-то с ней контакт, надеялись на то, что Оксана одумается, что она поймет ошибки, которую совершила, и, возможно, вернется. Вот письмо, которое написала ваша жена, вашей дочери. Торгивля зараз надзвичайно погана. Майже нічого не продается и очень тяжко. Бывает, что я по три дня не маю хлеба. Пси тоже голодают. Не знаю, что будет дальше. Зенек с нами не живет, бедует, голодает. Дуже любит малу. Она носит ей полно забавок. Это же Юльку малу. Ты просила меня сделать свидетельство. Я сама без тебя не могу. Так что приедь сама и сделай. Пиши. Будем ждать с доцей ответ. А ось мало и ручка. Ты знаешь, это так трогательно. Она нарисовала ее ручку, для того, чтобы как будто к маме стать ближе. И все равно даже это не помогло. женщина писала. Женка писала, вот ты, чертичий, приедь. Она бедует, голодует. Где она там? Хоть покажете уже. Вот кошмар. Как люди сами такой кошмар устраивают. Как будто жизнь будет вторая, третья. Скажите, я знаю, что полгода назад Оксана звонила в пансионат, где вы живете, и оставила свой номер телефона. Вы перезвонили? Нет. Почему? Потому что я не хочу бать, что она вот сейчас. То я маю ей звонить. А если бы она приехала к вам в пансионат, вы бы как ее встретили? Вот то бы была совсем другая история, то я бы сегодня вот тут не был и не позорил свою лисуну на всю Украину. На старость роков. Где она до того была? Столько роков. А что она теперь хочет меня побачить. Сейчас перейдет, побачит. Вот вы весь час говорите, что сейчас она придет. Сейчас я ей покажу. Хай она придет. Я думаю, что вы очень хотите, чтобы она пришла. И вы так взлетите на ней через то, что очень хотите побачить, как она там. А я думаю, что больше больше отца беспокоит то, что она так, наверное, и не признала свою ошибку. Во всяком случае, не попросила за это прощение, не раскаялась. Дим, ну ты согласишься, что на родительскую любовь, а я вижу Папану Зенеку, что любви там было, хоть отбавляй, ну нельзя такое предательство на родительскую любовь. Это так болит, это же всю жизнь болит. Он же мужик настоящий, и доченька родилась, и радость такая, и нежил, и ласкал, и защищал, и предала. Да еще и как жестоко предала. Дважды, дважды. Первый раз простил, решил проблему, заступился, это же вписался за нее по-взрослому, а потом второй раз. Ну это жутчайшее предательство с ее стороны. Ну где она? После 17 лет разлуки, после 17 лет молчания со своими родителями и дочерью Оксана почему-то хочет попросить прощения только у отца, а не у дочери. Давайте узнаем, почему. Здравствуйте. Привет, Тату. А дочка? Дочка, я разберусь. Я перед тобой обидусь. Привет, Юля. Добрый день. Ну и навык что-то было? Что было? Ты не могла переезжать? Ну, вот ты цирк. Цирк-то. Так а кто ты? Твою надо. Так а кто робит, что-то? Ты сделал. Чем я сказал? Ну вот сюда, ты не перевела, на тих четырех ногах. Ты не могла переезжать. Ваш папа спрашивает, почему за 17 лет вы так и не нашли времени приехать к своим родителям? Ну так вышло, что не нашло. И эта встреча должна была состояться здесь. Почему вы не сделали этого дома? Ну не вышло. А на старый, ты думала, а сюда меня перегонать? Ты хочешь со мной мириться? Я тебя побачила. А? Побачила. Побачила? То я должен за столько километров поехать, чтобы ты меня побачила? Нет, ты не хотел, ты бы не приехал. Нет, я не приехал на тебя посмотреть. Ты не приехал, чтобы посмотреть. прийдешь. Я не приехал, чтобы тобой поделиться. Ну, доброе, что ты не побачила. Мама хотела побачить тебя. Она бы тебя растерзала. Что ты либу давишь? Чего? За 17 роков ничего там тебе не перебавилось. Да? Ну, может, когда-то сходится. Может. Оксана, а вы готовы отдать деньги, которые вы теперь должны своим родителям, так как они вписались за ваш поступок? А им эти деньги сейчас очень пригодятся на старости лет. Готовы вернуть золото? Звучайно. Когда? Конкретно? Ну, мы это обговорим, я не відмовляюся от всех тех чинок, которые я сделала. Ну, это прекрасное выражение. Я знаю, что я виновата, и я не відмовляюсь абсолютно ничего. Конкретно, когда? В этом месяце или в следующем? Можно найти в съемок. Может, если... Все слышали, да, это публичное обещание, данное перед вами всеми. Мы это свидетельствуем. Скажите, вот вы понимаете глубину той трагедии, которая происходит из-за вашего поступка? это трагедия, у нас забыта. Якщо людина помирает и уплакает, все-все, и с часом забывает. Так, проходят роки... Кто помер? А вот для меня она уже не иснует. А с кем же вы зараз сидите на одном диване? С кем вы сейчас сидите на одном диване? Колишній уже, давно забути. Тогда скажите ей... Ну, забути, я уже не знаю, что у меня была колись дочка. Скажите ей об этом, ты для меня умерла, видеть, я не хочу. Для меня еще внучка Юлька. Сказать не можете. Чему? Я не знаю, почему. Я выкрасил ее из жизни. Так скажите, вот же она. И другина моя тоже. Смотрите, вот человек, как вы ее выкрасили? и дух пришел. Ну, зато почула и побачила. Все? Все. Все, до побачення. Хай внучка придет. Знаете, ну, понимаете вы или нет, но вы дочь Я не хочу с ней спілкувати. Все. Не заслуженно, конечно же, но любите. И это видно, это настолько вот заметно, что... Дима, самое ужасное, что Оксана это прекрасно понимает и очень удобно этим пользуется. Она сидит, она глаз уже поморгала перед папой, в щечку его поцеловала. Она видит, что папа тает, несмотря на эти 17 лет. Оксана, вы когда-то оставили свою дочь. Почему? Ну, это было давно, это... Дуже давно. Это было... Давно? Посмотрите, кого я выбил. Я вижу, что ты выбил. А где дякуни? Где дякуни? Это была моя помилка, это было... А когда вы поняли, когда вы поняли, что это была ошибка? Вот этот поступок был ошибкой? Ну, когда я чему-то пыталась хотя бы добиться от матери, она мне сказала, что не нужно не общаться. Спустя сколько времени вы поняли, что это ошибка? Четыре-пять А вот эти вот четыре-пять лет вы о чем думали? Как жили? Ну, так можно. Такая... А через пять лет прийти, да еще и обидеться на мать, что вас встречают хлебом с солью. Я на матерь не обижаюсь. Не не мая за что на нее обижаться. Я спрашиваю, как вы эти пять лет жили? Ну, жила, я жила сама, я старалась остаться хоть как-то. Знали ли вы, что за ваши долги вашу мать за волосы таскали по улице люди, на которых вы работали? Вы это знали? Матер звонила, сказала. Знали? И что? Вы знали, что это на самом деле вас должны были за волосы тягать курсы? Это меня, так. Но вы не захотели вернуться, защитить мать? Потому что меня там никто не хотел видеть. Так же, как меня сейчас не видят, так мне это писали постоянно. Вас хотели очень видеть азербайджанцы, с чьей кассой вы сбежали. Они, может, хотели. Я думаю, если бы вы вернулись, вашу маму бы оставили в покое. Оксана, вот вы говорите, вас не хотели видеть, но мы читали письмо сегодня, где ручка вашей маленькой дочки красивой была обрисована, где мама пишет «Доченька, вернись». Вас вон через 17 лет ждет так, что сидит пальцами, хрустит и сердце болит. И мама не смогла приехать не потому, что злится, а потому, что ей так больно от того, что она вас так любит. Я знаю, что меня мать любит. Ну, хоть расскажите правду, правда, но все же взрослые люди. Расскажите, как было? Что вы утворили? Какие у вас были обстоятельства? О чем вы думали? Куда вы вляпались? Когда я ехала, я ни про что не думала. Почему оставили ребенка? Ну, лишила дитину, лишила, потому что я тут не думала абсолютно ни про что. Зараз я могу исповедать за свои слова, за свои решения, чем я думала тогда, что я робила тогда, я не могу. Вот я вам зараз контракт, но сказать не могу. Хорошо. Оксана, а сейчас, вот смотрите, вы сейчас в этой студии. Так. Рядом с вами эмоциональный старик, который вас любит. И девочка, которая плачет, сидит рядом с вами. И рядом с вами сидит ваша дочь, которая здесь держалась, но увидев вас и отчаявшись, потому что вы на нее даже не отреагировали, она расплакалась. Вам все равно. Вы вообще ни те, ни сомнения, ни те, ни эмоции, все равно вы сидите. Здесь сидит кто? Человек с терпением и выдержкой или человек, которому наплевать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вопрос был, Оксана. Тут сидит людина, яка приехала побачить своих близких. Из того, что сейчас я буду плакать, из того, что сейчас я буду пускать вот тут сопли, это означает, что все меня сразу пробачить. Вы действительно считаете, что если вы будете сдерживать свои эмоции, существование которых, я, если честно, сомневаюсь, то кто-то поверит в то, что вам не все равно. Я сюда не приехала для того, чтобы мне верил кто-то. Я сюда приехала для того, чтобы поговорить со своими близкими. А кто ваши близкие? В данный момент я между ними сидю. Выбачите, я никогда не пиздусь. А, Оксана, смотрите. Есть одно письмо, которое вы получили буквально через год. Хотя сами сказали, что через пять приехав, вас уже не хотели видеть. Вот я думаю, что когда мы все увидим это письмо, на которое ваши родители таки не получили ответа, всем станет понятно, почему через четыре года вас уже не хотели видеть. Вы помните это письмо? Звычайно. Это первый лист, который мне написала мать. Добрый день, Оксана. Думаю, что мой лист не будет для тебя хорошим. Целый год я не хотела тебе писать, а теперь мушу относительно дитини. Девчинка надзвичайно хвора. У нее на два пальца с большим напечинком. Ходить она не может, потому что у нее ДЦП. Ей нужно оформлять инвалидность и нужно надзвичайно интенсивно годовать и лековать очень серьезно, потому что она будет каликой. Теперь я хочу знать, как я могу это все делать сама. То, что ты наплювала на меня, мне до одного месяца. Да хоть пожалей дитину, потому что она ни в чем не нужна. прийдите. В этом письме нет упреков. В этом письме нет обвинений. Вас просто просят приехать и помочь вашему ребенку. и никто вам не сказал, что я ответ написала на этот лист. А что вы написали? Я матери написала, что в данный момент я не могу приехать. Я приеду через неделю, через месяц. А когда приехали? Через 4 года? Я тебе грошей не вышлю, потому что у меня их тоже нет. А как она должна высылать годовым деньгам? Ну и на том у нас тема и закрылась. Мама отдает ваши долги, расплачивается собственным здоровьем, воспитывает вашего ребенка. И чтобы вы приехали, она еще денег должна было вам высылать? Ну, только же не мама ее выховывала, тетка что выховывала ее. Мама мне написала, что тебя позбавили батькинства, теперь ее выховывает тетка, и можешь на что теперь не рассчитывать? Это все произошло чуть позже. Это все произошло чуть позже. А до этого, вместо того, чтобы вы приехали и все это урегулировали, они вынуждены были решать кучу юридических вопросов, бюрократических, связанных с лишением вас родительских прав, переоформлением опекунства. Хотя все это могли сделать вы, упростив жизнь всем. Могла, не сделала. Вы сказали, что приехали сюда для того, чтобы увидеть своих близких. Почему вы не захотели увидеть своих близких год назад? Я хотела побачить три года назад. Три года? Намагалась батька найти и залишила свои координаты. Да. А почему не приехали? Я так не отреагировала. Почему не приехали к отцу? Потому что не приехала. А почему не приехали? Туда ехать навіть и не буду. Почему? Ну, потому что не буду. Почему? Захочут, значит, хай они приезжают сюда, будут тут у меня. Я туда ехать не буду. Смотрите, если вдруг вы не знаете, то у вашего отца нет стоп. Вы действительно считаете, что он должен ехать к вам в Запорожье? Ну, я туда ехать не буду. Вы приехали посмотреть на своих близких. Они сидят рядом с вами. Вы ушами на них смотрите? Вы смотрите только вперед. Хоть бы раз вы взглянули на свою красавицу дочку, которая рядом с вами сидит. Взяли ее за руку. Вытерли ей слезы. Зачем не надо трогать ее? Зачем ее трогать? Ребенок сидит, посмотрите, она вжалась в спинку дивана. Я просто представляю, насколько это неприятно. Просто сидит человек, который не видел ее никогда в жизни, бросил. Он думает, что это Оленка, как там ей звать, понимаете? Трогать ее руками? Зачем? Посторонняя, неадекватная тетка. АПЛОДИСМЕНТЫ Юль, ты как? Ну, что чуешь, что хочется тебе сказать? Возьми это и скажи, ты же летой сюда приехала. Тебе же никто не заставляет. Я тебе что-то не хочу сказать. Что ты хочешь сказать? Ничего не хочу. Ну, не хочешь, не хочу. Все. Она хотела с сестрой общаться, со старшей, 15-летней. Что у нее решается? А, кстати, почему против, чтобы сестры общались? Я против. А почему, когда Юля звонила, Наде трубку брали вы? Один раз она подзвонила, и то переговорили 10 минут, и ты раптом кинула трубку. Когда я тебя спитала, что ты так не включилась. А мне на рахунку кончилось. А вы мне написали в одноклассниках, что в выхованные дети трубку не кидают. Я с тобой в одноклассниках не пишу, с тобой в одноклассниках пишу все. У вашей дочери закончились деньги. А вы вместо того, чтобы перезвонить и узнать, что произошло, обиделись на нее. Почему сразу не перезвонить своей дочери? Она бы ответила, сказала бы, Оксана, у меня деньги кончились. Нет, это надо выждать. Эту обиду нужно выносить, и нужно ее пристыдить, что она невоспитанная. А я вижу перед собой воспитанную девочку, которая маме, которая ее бросила, больную, умирать, говорит, вы, а не ты. И это о многом говорит. Это говорит о воспитании. Так правильно. Миш, лелеять в себе обиду очень удобно в положении Оксаны. Она таким образом себя оправдывает, успокаивает постоянно. Все понятно. Я заметил, что первую слезинку Юля сегодня обронила, когда услышала из уст своей матери слова, что она была ошибкой 17-летней давности. Это ужасно услышать. Оксана, я понимаю, что вы сейчас в позе в такой находитесь. Наверное, это пожизненная поза. Павел об этом говорил, что это удобная техника быть обиженной. Вот у вас есть львов, в который вы принципиально не поедете. У вас есть письма, на которые вы принципиально не отвечаете. Дети, которых вы принципиально не приголубите и не умеете с ними поговорить и прощения попросить. Но вы хоть объясните людям, у которых вот другие жизненные принципы, чтобы они с ума не посходили. Вам почему нельзя попросить прощения? Вам почему нельзя просто по-человечней побыть? Вы вообще как? Вот вы заодно с тем, чтобы у девочки была своя история, какая-то правда, какая-то семья, чтобы она не чувствовала себя каким-то брошенным котенком. Ей очень больно от того, что есть трое других детей, которых вы родили и наверняка как-то с ними жили, а ее почему-то оставили. Вы что, по-человечески не можете сейчас проявить мужество из уважения просто к человеку? У вас совесть есть какая-нибудь? Оксана, это все вопросы, это не монолог. Совести у меня на данный момент нет. Почему? Куда вы ее делаете? И боюсь, боюсь я сейчас ее принять, потому что она может мне ту самую боль сделать, какую я сделала ей. Когда вы говорите, что нет, Оксана, когда вы говорите, что совести нет, но вы боитесь, что Юля вам может что-то сделать. Что она может вам сделать? Ну, неужели она мне подякует и добром сделать то, что я сделала ей? Послушайте, а почему вы только по себе судите? Как вы с родителями поступали, она с вами поступит? Может, и по себе я судю. Вот, самая батька я не боюсь. Так, а почему вы с ним не общались тогда? Что вы его на руках не привезли к себе, где вы там сидите, живете и отсиживаетесь? Раз вы туда ехать не хотите? Что вы деньги не слали втихаря чужими людьми? Что, мало вариантов? Ну, скажите, пожалуйста, вы бы не догадались, как это... Вы же понимаете, да, что, если вы сейчас не начнете разговор со своей дочерью, она с вами за кулисами говорить не будет? Вы хотите сказать что-то дочери, которую не видели 17 лет? Хочу. Скажите. Хочу сказать тебе, Юля, я очень перед тобой извиняюсь за то, что я сделал. Очень извиняюсь. Если ты дашь мне шанс, если ты дашь мне возможность с тобой переговорить, просто поговорить, чтобы я смогла тебе объяснить то, что было. Мы с тобой не чужие люди. И сердце в тебе тоже бьете так само, как и у меня. Чи извиняешь, чи не извиняешь, но хотя бы поговорить, вислухать на ней. Большего я в тебе не прошу ничего. Доброе, готова выслухать. Згодно. Згодно. Попросите по-настоящему прощения у настоящего мужика, настоящего, чью жизнь и судьбу вы 17 лет сломали, так как его предало самое дорогое и близкое существо в этой жизни. По-настоящему. Попросите, чтобы он зарыдал и раз и навсегда его отпустило это. Вот он рядом с вами. Вы бачите, она любилась. Я знаю, что ты меня всегда любил. Ты меня любил. жива все-таки для вас дочь. оксана, обратите внимание на то, как великодушно по отношению к вам поступили ваши самые близкие люди. Ваша дочь согласилась с вами поговорить. ваш отец, несмотря на все, что вы сделали в особо, я бы очень хотел, чтобы вы смогли оценить это. Сейчас в этой студии появится ваша дочь. Вы не против? Зиновий Николаевич, сейчас внучка появится. 15-летняя Надя всю свою жизнь слышала другую версию истории о том, как мама потеряла свою дочь. Но сегодня она слышала также все то, что происходило в нашей студии и теперь знает правду. Она очень хочет познакомиться и увидеться со своей старшей сестрой. Юлей. И, конечно же, со своим дедушкой Зиновием. Встречайте, Надя. Добрый день. Отхер. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Ну что? Ну, страшный дед? Нет. Нет? Ну, маю четыре низи. Лучше. Нет. А что ты трясаешься? Холодно? Нет. Нет? Нет. А боишься, деда? Лисый, страшный, беззубий, еще с костелями. Да, не буду. Нет. миленька. Ну, чего ты так боишься? Людей перестрашуешь? Нет. Нет. Публики? Нет? Нет. Нет. А я уже ту годину сижу. И тебя чекаю, чекаю, чекаю. Ну, тихо. Дуже рада вас бачить. А? Дуже рада вас бачить. Так. Ну, не страшны? Нет? Нет. Нет. Ну, слава Богу. Зиновий Николаевич, я очень рад, что вы наконец-то начали улыбаться и ваше сердце стало таять. Лученько, Косы тогда будешь заплетать. Скажем, когда ты впервые узнала о том, что у тебя есть старшая сестра? Наверное, в 9-10 роков. А от кого ты это узнала? От мамы. Мама рассказала? Да. А что она рассказала? Ну, рассказала, что у меня есть сестричка, что она живет в Львове с тетей, ее выховывает тетка. Ну, ты, наверное, спрашивала, а почему это моя сестричка, твоя дочь, живет? Не знаю. Она рассказала, что она поехала на заработки и так тут и залишилась. А ты не спрашивала, мам, ну, теперь-то ты уже заработала, давай сестру назад вернем. Не, ну, я сказала, что давай съездим, проведем. Она говорит, ну, а что мы, кто нас там пустит, где переночевать? Львов страшный город. Не, каннибалов немало. Спустя какое-то время Юля тебя нашла. Ты обрадовалась, что твоя сестра вышла на связь? по телефону иногда спілкувалась. Я через, ну, как мы знаем, переписывалась, я ей фотографии своей бога, моих братов высылала. А вот Юля рассказывала, что ты ей писала, будто бы с тобой плохо обращаются. Так. Правда? Да. Бьют тебя? Так. Что я не сделала, заработала. Каждый день поганые слова на меня. А кто? Мама или отец? Это тот же мужчина, который живет сейчас твоей мамой, он твой неродной отец, да? Да. Кто тебе? Заробля и мама, и отец только когда пьяный. А мама пьет? Итак. Хибо тебе вовка бьет? Не поняла. Этого ребенка пьют? Да. Колыпьяный бьет. Так, ребята. Вы не знали, что вы ее бьете или что вы пьете? Нет, я не знала, что ее отец бьет. То есть то, что вы ее бьете, вы об этом знаете, а то, что отец ее бьет? и вы бьете? Бью, я ее беру кастрюлю и еду посинение. А чем вы ее бьете? Я могу подзатильник дать, я могу ляп садить. Разбила голову один раз. Кто разбил голову? Мама. Мама? Как разбила голову? Ремнем. Чем? Ремнем. Ремнем голову разбила? Зелезными. Вы, Оксана, помните, да, эту историю? Мне сказать ничего. Скажи, а плохо обращаются только с тобой или с твоими младшими братами? И с меньшими тоже. На меньшего братика Богдана на среднего 5 роков. Она была, точно не помню, когда тоже разбила голову за то, что он поломал новую машинку. Зиновий Николаевич, что вы хотите? Ну хочешь ударить, то ударь. Хорошо, что еще вынуждена терпеть ваша дочь, проживая у вас, у родной мамы? Тут я, например, начинаю быть уверенным в том, что Юле повезло, потому что она не жила с вами. Спасибо за то, что вы дали ей шанс жить в нормальных условиях. Скажи, Натя, это правда, что все заботы о своих младших детях мама переложила на тебя? Да, я каждый день с ними гуляю. А мама что в это время делает, спит? Не, она играет або за компьютером, або за планшетом. Не, раньше играла за планшетом, потому что не было компьютера. Оксана, какие ваши любимые игры? Это что? Три вряд. Три вряд? Вы мне просто объясните, вы зачем рожаете детей, если вы их не любите и не хотите с ними быть? У вас одна должна была присоединиться к другим для того, чтобы донянчивать младших. Надя живет жизнью взрослой женщины найманки украинскую, которая растит детей. Младших наверное ждет приблизительно та же судьба, потому что вы еще вполне, я так понимаю можете нарожать. Зачем рожаете? Ну вопрос нормальный, женский, вы рожаете зачем? Вы не знаете, что делать надо или что? Как не беременеть не знаете? народжую, я даю ей свою любовь настолько, насколько я могу. Надя, деточка, а ты почему сегодня на программе? Чтобы рассказать, пожаловаться на маму или ты хочешь чего-то другого? Потому что мне это все набридло и мне набрид отчим. Так. Что отчим пристает? Так. Как часто? Еще дня. Каждый день? Так. А как пристает? Что это значит? Объясни это. Как это происходит? Ты живешь, спишь с ним? Или нет? Нет. Что ты мэллыш? Надя? Надя? Что? Юля, она тебе говорила об этом по телефону? Я выйду, я не могу. Я из-за духа. Нет, Зиновий, здесь... Я не задушусь. Оксана. Да можешь и не задавать вопрос, она скажет, что она этого не знала. Тварь ты. Оксана, а это правда, что один раз муж таки признался вам, что приставал к вашей дочери, но объяснил это, что он с пьяну просто перепутал? Вин до неи не приставал. Он вам об этом говорил? Вин с ней стягивал одеяло, думаете, что это я. Вин не займал ее руками. Тягивал одеяло. Может, перепутать, в какой кровати лежит его дочь, а в какой жена? Бью. тварь. Ничего. Что ты дайщил? Ты что тварь? Я вижу, что ребенка нужно немедленно забрать из семьи. Закинул. шел девичем. Тварь. А скажи, Надь, это правда, что последний сексуальный контакт с отчимом был в день твоего отъезда к нам на съемки? Да. Оксана, это было день назад. Вашей дочери 15 лет. Надюша, скажи мне, пожалуйста, солнышко, есть материальные доказательства какие-то? Одежда, нижнее белье, что-то осталось? Постельное белье, где вы занимались этим? Так. Есть у тебя это все? Так. Жопа вашему отчиму, я сразу говорю. Жопа ему. Надюшечка, Надя, ты маме говорила об этом? Ты маме когда-то рассказывала? Она начинает сама видеть, когда он у меня пьяный. Я думала, что ты чеплюешься до меня? Завтра все и узнаешь, что ты пьюешься. Панзенек, надо, чтобы кто-то защищал вашу внуку. Но ты жива не вернешься. Надя, иди сюда, иди. Пустите, иди сюда. Мама это сама видела? Так, когда он пьяный, меня ждал. А мама была трезвая или тоже выпившая? Теж. Теж выпившая? Теж. То есть она гипотетически может не помнить? Ну, или делать вид, что не помнить? Не, она повна. Она помнит? А как она это, ну, что происходило? Как она это откомментировала? Ну, как это? При каких обстоятельствах это было и как повела себя мама? При тех обстоятельствах, то есть, что, когда он мог проснуться, он мог нас всех побить. А так она сказала, иди, вкладай его спать, чтобы мы могли пить из дома. Ну, мама видела, как он к тебе пристает? Так. И когда она это увидела, она как повела себя? Ну, я, ну, забралась и пошла из дома. После того, как, ну, очень же стал трезвый. Мы вернулись, ну, она ему рассказала, сказала, если еще раз так и будет, то, ну, напиши на него заяву. А еще раз так и было? Так. И вона бачила? И заяву не написала? Нет. Ты своего только кобиля можешь привязать, потому что я, как приеду, я тебя буду теперь диверсией людям в очи. Оксана, вы готовы написать заявление? Если это правда, я лично ручно пишу заяву. Вы же это видели? Я этого не видела. Давайте на детекторе я вам пройду, я не ховаюсь, я не боюсь. И вы пройдете, и он вам все скажет, чем я сбрехала. Вы считаете, что ваша дочь врет? Знаю, что свою дочку, я знаю, что она может говорить. Ему свентер, она неповнолетняя. Подай, ну что, подам. Подам. За гримет по всему. Не, подождите. Вы же уже говорили. Что? Видишь я его? Да он неповнолетний. Все, он загромет, а там в тюрьме с него зароблят. Подождите, вот в чем смысл? Не могла это заробити. И? Скажи, Натя, а с какого возраста это все происходило? В том году началось, когда он меня лапал, это еще началось с 2011 года. Сколько сетей? Когда тебе было 11? Сколько было? 11? 10-11 лет, получается, да? В этой студии появится отчим. Вот его и будете лупить. Ваш муж Оксана Владимир утверждает, что очень любит Надю. Да. И готов также полюбить и вторую вашу дочь Юлю. Хочу, да, причастлив. Зиновий Николаевич, я бы хотел буквально пару минут поговорить с ним, хорошо? Будь ласка. А потом я. Так дождай мне слово. Дякую. Владимир Дидович, встречайте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Заходите, присаживайтесь. Здравствуйте. На этих двух диванах, ну, по сути, сидит объединенная семья. Это Юля, старшая дочь вашей нынешней жены. это отец вашей жены, дедушка Юли и Надин. По сути, это и ваши родственники теперь тоже. Готовы ли вы на правах главы семьи как-то поспособствовать тому, чтобы сестры чаще общались, возможно, чтобы Юля приезжала к вам погостить? А что ж, нельзя. Я не против к вам проезжаю. А чем вам приглянулась Оксана? За что вы ее полюбили? Оксана? Это что, не знаю, красиво, люблю ее. А скажите, Оксана вас удовлетворяет как супруга? Да. А скажите, насколько она удовлетворяет вас в сексе? Удовлетворяет. Удовлетворяет. Вы знаете, Причем тут цель. Что? Причем тут цель. Как-то причем здесь? Ну, от качественной сексуальной жизни зависит здоровье семьи. Ну, эмоциональное и моральное. Мне просто не очень понятно, почему, если вас удовлетворяет жена в сексуальном плане, вы сексуально домогаете своей пачерице? Тадагуа нет. А? Нет, конечно. Надя тут так, нет. То есть и накануне, за день до того, как сюда приехать, вы не занимались с ней сексом? Нет. Вот детектор. О, жи. Вот так. Вот теперь получил, май. Куда? Все, 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 панзиновый. Вот детектор жи. Панзиновый. все. Детектор жи. Все, стойте. Вот детектор жи. Куда? Все. Все, все, спокоюсь. Смотрите, посмотрите, послушайте. Все хорошо. Не, не, все, присядьте. Да. Я просто буду ласкать. Сюда сядь. Все. Я вас как мужчина понимаю, но... А что, ты разноешься? Вроде как не было. Вроде как? Не было. То есть ты сомневаешься, что было или нет? Согласен. Опа, блядь. Это рекорд. Опа, блядь. Тихрена. Ни хрена себе, 62 года. Сюда иди, куда ты пошел. Сюда его, блядь. Сядь. Иди сюда. Банзенник. Все. Пошагачил, блядь. Я в кровати даже в дита лягаю, чтобы тебя не трогал. Оксана, так что, писать заявление будете? Да? Ты с... Хорошо, тогда я попрошу ручку и бумагу. Не я буду. Как я тебя в дни передних не втоплю, блядь. Я ведь не буду так работать. Что-что? Не буду так работать. Ну это правда. Давай только, ты не на ногу наступил, ты развратил несовершеннолетнюю. Не надо это, больше не буду. Здесь такого нет. Позор бы. Нет, это не позор, это преступление. Готов понести за него наказание? Страшно. Страшно, понимаю. Не надо спать с детьми и не будет страшно. Вы же что-то думаете сейчас? Вы что-то чувствуете? Вы можете нам сказать, что вы думаете? Ну просто, я сначала сказала, было одну дочку, теперь я загубила две. Что? Загубила одну дочку, а теперь загубила две. И мне кажется, вы очень точно выразились, вы ее не потеряли, вы ее загубили. Ладно, но в любом случае, Надя домой уже не поедет сегодня. У нас есть представитель Киевского реабилитационного центра социально-психологической помощи номер один, Маркелова Татьяна. Мы хотим ей предложить, чтобы она поехала в наш центр, чтобы мы с ней, все-таки, действительно, девочки нуждаются в комплексной психологической помощи. У нас оказывают, есть юристы, есть медики, есть психологи, есть социальные работники, есть педагоги, которые комплексно подойдут к этой проблеме и будем оказывать помощь девочке. Но девочка будет перебывать у нас, в нашем центре. Сколько она может там находиться? Вообще полный термин реабилитации в нашем центре девять месяцев она может находиться. А вы могли бы девочек успокоить, что там? Практически каждая вторая история заканчивается тем, что мама, сидя здесь на диване, соглашается, а потом втайне берет билеты и увозит детей к мужу-педофилу. Вот я просто хочу, чтобы, если вдруг мама решит поступить точно так же, придет в центр и скажет, отдавайте мне ребенка, мы поедем домой, чтобы этого не произошло. Директор центра реабилитации может обеспечить все для того, чтобы не было давления. Может ли директор центра реабилитации препятствовать встрече ребенка с мамой, если вдруг мама решит встречаться и оказывать давление? Ей уже 14 лет было, 15. Она имеет право не хотеть ехать домой. Хорошо. Мы обязаны обеспечить ей приют, безопасность. Я постараюсь лично участвовать в этих переговорах. Надеюсь, этого не произойдет, но если вдруг кто-то будет тебе рассказывать, что давай сделаем вид, что всего этого не было, что все это выдумка, поехали домой, все будет хорошо, теперь все будет точно по-другому. Вот, ну, не верь этому. Вы знаете, можно я добавлю, очень бы хотелось еще все-таки обратиться к социальным службам вот в Запорожье, где непосредственно живет эта семья, чтобы они провели инспектирование семьи, потому что, насколько я поняла, там еще двое несовершеннолетних детей. Тут, к сожалению, ну, при всем моем уважении к социальным службам, в большинстве случаев они выполняют исключительно формальную функцию. Приехали, посмотрели, кушать, есть что, там, буряки в углах не растут. Да, мы уже видели. Вот, и на этом вроде как бы все. Что скажешь? Ничего, я сгодно ехать. Ну, доброе. Владимочка, мы готовы. Миш, что Владимир написал? Что Владимир написал? Я такой-то, такой-то совратил и вступил в интимную связь с гурской надеждой, которая является моей падчерицей. На момент нашей интимной связи ей исполнилось 15 лет. Ранее я совращал ее без проникновения. Первый раз это происходило в течение года. Осознавая тяжесть содеянного, готов понести наказание в установленном законном порядке. Что с этим делать дальше? С этим и с материальным доказательством, и с результатами полиграфа, которые, я так понимаю, будут у нас завтра, как ты говорил. Да. Мы обращаемся в управление полиции, регистрируем это в едином реестре досудебных расследований. Дальше ему будет объявлено о подозрении, досудебное следствие, обвинительный акт, передается в суд, начинается судебный процесс, а дальше приговор и... Дядя у нас лицо руками закрыл. Очень жаль. Да, ему ссыдно. Ужас и прелесть заключаются в том, что почему-то телевизионное шоу помогает решать такие проблемы. Не люди, которые находятся рядом, не мамы. Юль, так вышло, что твое желание найти Надю явно было не случайным. Потому что именно сейчас ей как никогда нужна помощь родного человека. Зиновий Николаевич, в вас я не сомневаюсь. Я верю, что вы и дальше будете защищать, как лев, честь, достоинство своих внучек. Потому что от родителей, увы, им ждать нечего. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а также мы рассчитываем на объективную оценку поступка Владимира со стороны правоохранительных органов. На следующий же день после съемки отчим Нади добровольно прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил, что все сказанное девочкой это правда. Скажите, вы разбешивали свою пачерку Надею? Нет. Скажите, честно, у вас был секс с своей пачеркой? Не было. Скажите, с пачеркой Надея, вы занимались сексом в ее комнате? Да. На обидва запитания Володимир ответил НИ. Потом, после ряда дополнительных вопросов, он ответил так. В конечном результате установлено, что ответ НИ неправдива. Володимир разбешивал свою пачерку с 10-летнего века, также вступал с ней в сексуальный контакт с 15-летнего века. Кроме того, сексуальные связки у Володимира и своей пачеркой происходили неодноразово. Результаты этой проверки вместе с написанным в студии признанием Владимира адвокат Михаил Присяжнюк передал в райотдел полиции. И сразу же после допроса от чимонады задержали. За данным фактом открытое криминальное проведение за частиною 2 статтей 156 Криминального кодексу Украины. Человек звинувачивается у розбешивания неповнолетних. Санкция статтей предбачает позбавление воли от 5 до 8 лет. Злоумиснику оголошено подозру у скояния злочину. Обрано міру запобежного захода судом. 60 днів тримания під вартою. Усі матеріали криминального провадження будуть передані правоохоронцям Запоріжжя для подальшого розслідування. Експерти уже из'яли в домі этой сім'ї необходимые вещественные доказательства. Під час обшуку були вилучені предмети саме постільна білозна з кімнати де саме мешкала наша Надія. Також килим, який находився біля ліжка. По даним предметам буде призначено рад експертиз. Досудове слідство за вказаним фактом триває. А вот Надя туда даже не возвращалась. Дівочка ждет суда в Київском реабилитационном центре і созванивається с Юлей каждый день. Іх общая мать спокойно отправилась обратно в Запорожскую область. Ни з кем из дочерей она на связь не выходит. І теперь соціальные службы собираются лишать ее родительских прав.